На Колыме посевная задержалась на месяц. В хозяйстве Комарова засадят почти 5000 гектаров горохом, овсом и рапсом. Однолетние пойдут на корма. Картофель займет поле в 100 раз меньше, но урожай предстоит собрать вдвое больше, чем год назад. В помощь фермерам скороспелые сорта, которые высадить решено впервые. Коллеги в Семчане сорта уже проверили. Учитывая, что мы находимся поближе к нашему областному центру, эта картошка должна попасть быстрее на столы к нашим жителям города. Весна подвела. Теперь круглосуточно в две смены на полях трудятся 50 человек и 20 единиц техники. Земля мокрая, грязь, техника местами вязнет, повышенный расход топлива идет, потому что все сырое и все одно за одно цепляется. Лучше справляться с сырой землей помогают новые оборотные плуги. Они позволяют трактору идти по полю ровнее и сокращают время вспашки почти в два раза. Усилили посевную и девятью новыми тракторами. Белорусские тракторы, которые купили в этом году, пришли на замену украинским. Те отработали здесь 10 лет. Новые иностранцы гораздо мощнее и, в отличие от предшественников, ни разу не ломались с начала посева. Посевная будет стоить фермерскому хозяйству в 30 миллионов рублей. Это затраты на семена, заработную плату, обслуживание техники и особенно топливо. В прошлом году дизель закупали на 8 рублей дешевле. Это подняло расходы хозяйства на 3 миллиона рублей. Региональное правительство 70% топливных расходов компенсирует. Но дыра в кармане все равно остается, жалуются колхозники. Экономить придется на горюче-смазочных материалах и запчастях. За день два раза надо заправлять трактор. Это топливо, расход большой. Поэтому каждый день утром в 8 часов, вечером 20 часов надо заправлять. Фермеры обещают, что цена на картофель хозяйства Комарова не изменится. Варьируя между прорехами в экономике, им удается удержать цену на уровне 2016 года – 40 рублей за килограмм.